Всем привет! Сегодня поговорим об установке Vine и Балаволки для Linux Mint 18.2. Здесь имеется отличие с предыдущими версиями. Ну что, давайте вот команду здесь я привел. Попробуем завести их и посмотрим, что будет получаться. Заведем пароль, Enter, обновимся. Ну и ставим последнюю команду, Enter. Ну пока там суть до дела. Пойдем ко мне на сайт. Заскочим вот сюда вот на кладовочку на кроке. Здесь у меня в разделах программы была Балаволка и Голоса. Вот программы. Вот была Балаволка. Значит так. Этого, по-моему, с английскими буковками. Самое свежее, по-моему, насколько мне помнится. Ну где? Ну, на рабочем столе. Да, давайте. Сейчас сохраним ее на рабочем столе. Я зайду еще в Голоса. Ну и скачаю еще Русский Голос Николай. Для наших целей этого будет вполне достаточно. Итак, вайн ставился довольно-таки долго. Ну, теперь давайте посмотрим, значит, ну в принципе, что. Вот я возьму две папочки. Саму Балаволку и Русский Голос Николай. Вот сейчас мы их сюда вот извлечем. Вот, собственно, сама Балаволка. А вот Русский Голос Николай. Эти я пока уберу. Ну, давайте поставим Балаволку. Правой кнопкой мышки. Вот, открыть с помощью вайн загрузчик Windows Программ. Вот таким вот образом будем пробовать устанавливать Балаволку. Установить. Попросил установку вайн моно. Ну, а кто же против? Я не против. Просит установить вайн гека. Давайте вайн гека поставим. Или гека. Как кому нравится. Появляется, значит, меню загрузки. Ну, на русском языке. На русском, да. Дальше. 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 Поместить иконку на рабочий стол. Да ради Бога. Запустить. Ну, пока подождем. Я хочу поставить еще Русский Голос Николая. Ну, тут вот стандартная, значит, у них такая вот ошибочка всегда выскакивает. Вот она. Вайн меню билдер. Ну, я покажу, как с ней бороться. Значит, давайте посмотрим. Так, ну, вот имеется значок запуска Балаволки. Ну, и давайте поставим на русский Голос Николай. Попробовать. Это закроем. Следующий. Следующий. Установить. Закончить. Ну, давайте посмотрим, что тут у нас будет получаться. Значит, ну что. Я здесь не вижу, чтобы подключился русский голос. Нигде этого я пока не вижу. Ну, значит, тогда остальные настройки будем... Единственное, что я подключу сейчас, я подключу какую-нибудь книжку сразу. У меня в книжках тут много чего. Какой-нибудь для примера. Ну, ладно. Значит, вот... Так. Вот книги я вижу. Текст. Да, любой текст возьмем. Вот. Сюда его и подгрузим. А с подключением голосов, ну что, давайте позанимаемся, повозимся. Не хотят они подключаться, поэтому и здесь вряд ли что-то будет проигрываться он. Выберите голос, пожалуйста. А голосов, пожалуйста. Я пока никаких не наблюдаю. Ну, ладно. Давайте займемся остальными настройками. Ну, а теперь давайте посмотрим, есть ли какие-нибудь рекомендации к Лайну. Может быть, что-нибудь еще запросит. Ну, вот, просят установить еще вот такую библиотеку. Ну, давайте скопируем. Заведем пароль. Ну, и давайте попробуем еще поставить Вайн Трикс. Ну, вроде бы как поставили. Ну, вот, Вайн Трикс можем даже запустить. Ну, давайте посмотрим, что тут будет запускаться. Ну, здесь я вот эту я всегда закрываю, потом покажу, как ее убрать вообще. Вот. Выбрать Default Вайн Префикс. Нажимаем ОК. Хотите ли посылать статистику? Я не хочу посылать. Здесь ОК нажимаю. И вот здесь установить Windows DLL Компонент. И вот здесь просто по списочку будем эти компоненты ставить. Вот они. D3, DX9. Идем сюда. вот он он, один компонент. Второй MSV. Серд. Так, ну, где-то здесь. Вот он он. Дальше Speed. Дальше Speed. Чек. Вот компонент. И Ветеран 2008-2010. Ну, давайте вот их отметим 2008 и 2010. Нажмем на ОК. И посмотрим, что там будет у нас происходить. Ага, вот только они начинают ставиться. То есть проходит какой-то период времени, который нужно просто подождать. Вот пошла, значит, установка компонентов. здесь по-немецки написано Я и Nein. Ставим на Я. Просто нужно подождать. Вот здесь еще один компонент выскочил. Соглашаемся. Следующий. Ну, я обычно всегда здесь вписываю юзер. Давай вперед с песней. Устанавливается речевая машина Microsoft. финиш. Значит, тут еще что-то просит. Почитал установить. Готово. Да ради Бога. Тут просят установить парсер. Ну, написано, что если загрузка не началась, то нажмите вот на эту ссылочку. Ну. Так. На рабочий стол. На рабочий стол. Файлик крошечный. Скачали мы его. Так. Вот оно. Ну, какие у нас еще тут будут чудеса ждать. Вот появился на ручке голос Иван Николай. В начале 21 века вокруг Чернобыльской атомной станции образовалась загадочная аномальная зона. И многие любители легкой наживы слетелись сюда в надежде разыскать редкостные артефакты, стоящие огромных денег. Тихо. Ну, как видите, голос загрузился. Работает. Значит, ну, если голос работает, то значит, работает и Вайн, и Балаболка. Балаболку я теперь могу взять спокойненько и куда-нибудь вот сюда рядышком с телевизором поместить значочек. И пусть он тут сидит. Обошлись даже без парсера. То есть, в принципе, все ставится, все работает. Ну, несколько поменялись, значит, команды. Они стали, значит, вот такими. Их мне прислал Сергей из Харькова. Грамотный пользователь. Он любит слушать книги вслух. И то, что установка Балаболки на 17.1, там 2 и 3 ставилась вот по этим правилам, то здесь, как видите, правила, значит, несколько изменились. Ставится вот такой вот репозиторий. Рекомендации вставляются. Потом ставится Вайн Трикс. И Вайн Триксы, значит, вот Вайн Триксы, значит, у них вот такие вот должны быть отмечены компоненты к установке. Ставятся они не быстро, там иногда и по минуте приходится ждать, пока выскочит окошко установки. Ну, тем не менее, вот эти компоненты. Так что вот на сегодняшний день установка Вайн на Linux Mint 18.2 и также установка Балаболки. Проблема, в принципе, во многом была решена благодаря кому. Вот я вам покажу этого человека. Чудесный человек. Значит, это Сергей из Харькова. За тех, кто в море. Молодец, Сергей. Присоединяюсь к вам. Сам когда-то морячил в дальневосточном морском пароходстве. Вернее, в Дальрыбе, в Архаэфе. Вот, годика два или три этому делу отдал. Желаю вам, значит, дальнейшего увлечения вашим Linux. Хорошее, доброе занятие. Удачи вам. Ну, на все, значит, я прощаюсь с пользователями. Значит, теперь, как установить Балаболку и так далее, вы знаете. Значит, у меня в складовочке вам только нужно будет что сделать. Сейчас покажу. Так, зайдем на сайт. Вот, зайдете на крок. Зайдете в программы. Зайдете в Балаболку. Вот сюда. Скачаете вот последнюю версию Балаболки. Это на английском языке. Из голосов скачаете. У меня тут я оставил только один русский голос. Вот, где гала Николай. Кому нужен будет английский-английский голос, можете скачать еще и Эмили. И книги. Книги, значит, вот, одним zip-файлом просто возьмете, скачаете. Это вам, как говорится, на попроб. Ну, какие-то. Книги самые обычные. Значит, здесь я сделал, во-первых, в текстовом формате, варианты книг. Вот список авторов, название книги. Книг здесь вполне достаточные на первое время. Также, значит, Сергей Авраменко, Николай Перумов, Виктор Пелевин, Берроуз, Стивен Кинг. Причем, Балаболка, она хорошо читает и fb2 форматы, и текстовые, и html-овские файлы, даже не распаковывая архивных файлов, читает прямо из архива в книге. Хорошая, толковая такая программка. Ну, а потому как, значит, где найти свои там любимые книжки, чтобы их слушать через программу Балаболка, всегда, значит, вот, можете сделать так. Заведем сейчас поисковую строку. Ну что, Google, Google, да. Так, altshift, скачать книги. Бесплатно, да, ради Бога. И здесь у вас всегда выскочит очень много информации. Зайдете, значит, вот, пожалуйста, на любой сайт. И посмотрите, там понравилась вам какая-нибудь там книга, ну, допустим, извлечение троих. Стивен Кинг. Автор, как говорится, известный. Вот. Зашли на него, значит, про что книга там. Для этого поля. Вот. Скачать книгу. ФБ2. Текст. Один формат еще из EPUB, EOS и RTF. Ну, я обычно качаю или в текстовом формате, или ФБ2. Вот. Нажали ФБ2. Сохранить файл. Ну, вот, например, на рабочем столе. Вот, обратите внимание. Я сейчас скачиваю книгу в zip формате. Видите, да? А теперь посмотрите вот сюда. То есть, я сейчас ее не распаковываю. Так вот, эта красавица что умеет делать? Значит, она, вот, открыть на рабочий стол. Вот. Открываю. Без распаковки, пожалуйста. Юный Роланд последний благородный рыцарь в мире, сдвинувшимся с места. Ему во что бы то ни стало нужно найти темную башню, средоточие силы, краеугольный камень мироздания. Здесь можете порегулировать громкость, здесь можете тембор порегулировать. А пока ему предстоит долгий и опасный путь, путь с померу, которым правит черной магией, помер, из которого порой открываются двери в нашу реальность. стильки. Извлечение троих. Дом гора. Явно быстро, поэтому я обычно здесь оставляю на нуле. Извлечение троих. Второй том длинной истории. Надо вам куда то выйти, значит, пожалуйста, вот закладочка, допустим, вставить быструю закладку. Поставили, вышли из программы, пошли в магазинчик, купили молочка, пришли обратно, включили компьютер, включили балаболку. И, значит, пожалуйста, закладка. Перейти на быструю закладку. Лир. В первом томе стрелок повествуется о том... Юмор понятен. То есть, не теряется место, на котором вы остановились, а вы всегда попадете точно на то место, откуда прервали чтение и, как говорится, начнете продолжать слушать книгу дальше. Дальше, для людей, у которых, скажем так, не совсем хорошо со шрифтом. Лично у меня глазки, скажем так, слабенькие. Вот я выбираю шрифт. И для себя я, допустим, выбираю, к примеру, 12. Ок. И вот у меня уже, посмотрите, пожалуйста, стало побольше все это дело. Ну, я обычно добиваюсь настройки вот таким образом. Во-первых, шрифт. Тут я... Посмотрим, что тут есть. Какие... Ну, можете посмотреть, какие, значит, там будут варианты. вот у вас... Ну, допустим, даже вот 18 я выбираю. Не знаю, будет тут сейчас оно или нет. Так. Ну, вот. Уже посимпатичнее. Ну, во внешний вид, опять-таки, меня не совсем устраивает. Цвет фона. Цвет фона я всегда предпочитаю такой, чтобы от него глазами уставали. Скажем так, серенький. Вот где-то вот такой вот. Ок. Вот. От него глаза, как говорится, не устают. Все остальное, пожалуйста, берите, настраивайте под себя, под свои глаза, как говорится, как душе угодно. Как Роланд, последний стрелок из мира, который сдвинулся в смесь и гайд человека в черном. Одного колдуна, за которым он гонится очень давно, мы даже не знаем сколько. То есть, у программы очень такие хорошие и большие возможности. Программа, значит, установлена. А теперь давайте вот от этого бага избавимся. Значит, чтобы каждый раз не ускакивало вот глупые таблички. Вот Вайн, Вайн я сейчас открою как рут. Заведу сюда единичку. И вот здесь, в поиске, значит, я заведу вот такое словечко. Отшифт. Так. Вайн. Вайн. Вайн-класс. Да. Ну. Отшифт. Это все элем видите, я offices HUD. То есть в ihan те otra заповедь. В интернете в такой подлоге. Мы немножко подождем. Вот он нашел все, что относится к вайменю билдеру. Правка. Выделить все. И удалить все. Я не люблю это выскакивающее меню. Меню для меня никакой смысловой нагрузки не имеет. И теперь при запуске балаболки это окошечко уже, как говорится, противное. Выскакивать не должно. Ну вот, пожалуйста. И читайте, как говорится, на здоровье ваши книжки. Собирайте там целые коллекции. И помните, что балаболка такая очень хорошая программа. И она же может также тексты записывать в звуковые файлы. Ну, здесь уже есть настройки. Покопайтесь, посмотрите, как записывать текст в звуковые форматы. Вот. Здесь уж вам, как говорится, оставлю немножечко и ручками поработать. Записывает она в текстовые форматы все это дело. Ну, ладно. На всем, значит, я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok